Широкое обсуждение проекта стратегии развития нового Узбекистана 2022-2026 годы завершилось. За время дискуссии, вовлечив в процесс реформирования в стране, получили возможность не только эксперты, но и представители министерств и ведомств, Нижний и Верхний Палат Парламента, широкая общественность. Напомним, представлено 7 приоритетных вопросов развития нового Узбекистана на основе идеи общества и государства, где приоритетно достоинство человека, выдвинутой руководителем нашей страны. Перекликающаяся с разделами книги главы государства стратегия нового Узбекистана, представленная им в ходе предвыборной программы, рассказывающая о работе по созданию фундамента нового Узбекистана и третьего Ренессанса, а также перспективах национального развития, проект стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы охватила интересы абсолютно каждого гражданина, волнующей и вызывающей беспокойство у населения вопросов. Более того, программа по строительству кардинально и качественно отличающегося от прежнего образа Узбекистана учла не только частные проблемы в рамках одной страны, она более глобальна и рассматривает приоритеты, стоящие перед всем человечеством. Стратегия развития на 2022-2026 уже уделяется особое внимание качеству, не только количеству, а качеству. То есть здесь заложена идея от стратегии действий в стратегию развития. Согласно указу президента, в период с 1 по 15 января 2022 года проект направленный на утверждение стратегии развития Новоузбекистана на 2022-2026 годы и дорожной картой по его реализации в 2022 году был вынесен на широкое общественное обсуждение. Под общим принципом интереса человека превыше всего стратегия включила в себя 7 приоритетных направлений. Наибольшее количество предложений от граждан поступило в отношении вопросов развития национальной экономики, а также справедливой социальной политики, развития человеческого потенциала. По оценкам экспертов, около 64% роста экономики обеспечивается за счет развития человеческого капитала. Что туда входит? Образование, здравоохранение, культура, его физическое развитие. Вот все это является составляющей человеческого капитала. Можно привести элементарные исследования Всемирного банка, где на каждый доллар, потраченный на человеческий капитал, государство получает около 3-4 долларов прибыли. На сегодняшний день поступило более 50% необходимости уделения внимания государству на социальных вопросах. В первую очередь это создание на уровне Махалей центров по работе и трудоустройству. Второй вопрос – невмешательство Махалинского комитета при оформлении социальных пособий, чтобы не было коррумпированных этих. То есть они будут обращаться в единое окно для получения пособий. Это тоже было очень радостно принято экспертами. Еще актуальный вопрос можно привести – это у нас насчет директоров общеобразовательных школ. То есть их качество работы будет оцениваться непосредственно родителями. Среди мнений и предложений – повышение роли учителей и медицинских работников. Примирование по категориям – учитывать и трудовой стаж работников. Высказали свое мнение и внесли предложения наши соотечественники по седьмому пункту стратегии вопросов, в том числе касающихся внешней политики. Изучение предложений наших граждан показывает, что в обсуждении активно участвовали экспорты своей сферы. Международники, которые изучают оригинальные процессы и международную политику. Стратегией развития нового Узбекистана особое внимание также уделяется на развитие и усовершенствование обеспечения прав и свобод наших граждан за рубежом. Кроме того, стратегией развития особое внимание было уделено на развитие и расширение географии наших партнеров. В новой стратегии отмечается важность проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе. Кроме того, в новой стратегии есть отдельная стратегическая задача о том, чтобы настало время для подписания или разработки стратегии регионального сотрудничества Центральной Азии, которая будет служить укреплением взаимовыгодных, а также добрососедческих отношений в Центральной Азии. В процессе обсуждения проекта мог участвовать абсолютно любой желающий представитель общественности, в том числе соотечественники за рубежом. Активную гражданскую позицию продемонстрировала современная молодежь. Можно с уверенностью сказать, что граждане показали чрезвычайную активность и большой интерес к процессам обсуждения проекта стратегии развития нового Узбекистана. Это естественно, потому что граждане стали свидетелями того, что за прошедшие пять лет произошли долгожданные реформы, изменения, позитивные преобразования в Узбекистане. Отличительной чертой настоящих обсуждений заключается в том, что сегодня граждане Узбекистана живут в совершенно другой реальности. В реальности свободы слова, свободы воли и изъявления. И это отражается в характере и качестве направляемых предложений. Этот документ не только служит основой развития на следующие пять лет страны, но и, конечно, основой на следующие долгосрочные перспективы. И, естественно, с учетом этого, данный документ находился в широком обсуждении в течение 16 дней. И народ смог высказать свои мнения по усовершенствованию данного документа, по тому, как решить вопросы, проблемы, которые необходимо решить во благо государства и во благо населения. И в этой связи, конечно же, были приведены непосредственно центром стратегии развития на местах с населением, а также с нашими партнерами, то есть государственными и негосударственными органами были организованы встречи с населением, чтобы получить их мнение. Также мы в рамках этого сотрудничали с государственными телерадиоканалами Республики Узбекистана, а также частными телерадиоканалами Узбекистана по доведению сути каждого пункта обсуждаемого документа. Мероприятия проводились и для тех, которые обучаются, находятся за рубежом. В итоге поступили свыше 16 600 предложений. И стоит отметить, что эти предложения – это только пока те, которые поступили на электронный портал Центра стратегии развития и партнеров Центра стратегии развития. Конечно же, все эти предложения, они тщательно изучались нами для того, чтобы все важные из них нашли свое отражение в дорабатываемом документе. Необходимо также отметить, что когда мы вынесли данный документ на широкое общественное обсуждение, цели данного документа были 94. Но по итогам всех этих обсуждений, по итогам системного подхода, анализа, теперь данный документ состоит из 100 конкретных целей. И все механизмы для того, чтобы достичь этих целей, теперь нашли свое отражение в данном документе. Главный документ, определяющий будущее страны на ближайшие пять лет, был проанализирован и среди членов молодежного парламента при Сенате и Законодательной палате Оли Мажлиса. Молодежь дает такие предложения, как увеличение общей жизни, увеличение учебных корпусов. В последние 15 дней в проект документа было дано более чем 12 тысяч предложений. Молодежь был очень активен. Примечательно и то, что стратегия развития и дорожная карта по ее реализации предусматривают достижение порядка 100 целей в рамках семи приоритетов развития страны. И как раз таки эти цели и намерения, выдвинутые головой государства, получили широкую поддержку среди молодых парламентариев. Надо отметить, что почти все цели как раз таки направлены во имя интересов молодежи. Кроме того, три из семи главных направлений стратегии развития направлены тоже на состороннее развитие молодых людей. На основе всего этого лежит главный принцип. То есть, все делается во имя чести и достоинства человека. От внимания участников не усказнул ни один пункт. Из семи направлений стратегии. Национальная экономика, проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала, духовная и образовательная сферы, вопроса международного сотрудничества. А главное, все это закрепилось не только на словах, но и в планах молодых парламентариев, которые еще предстоит воплотить в жизнь. В направлении экономики, как экономист, могу сказать, что очень важную роль играет наука и инновации. Это приоритетное направление в стратегии развития. Создание экономики на основе науки и инновации – это требование времени. И нам необходимо внедрить новшество абсолютно в каждую сферу деятельности. Одним словом, молодежь нацелена на движение по пути реформ, намеченных на ближайшие пять лет.